Доброе утро, дорогие друзья! Вот согласись, Олег, что предпраздничная атмосфера праздника витает в нашем городе и во всем Казахстане. Да, это точно. Я напоминаю, что на календаре уже 15 марта четверг. И сегодня отмечаются такие праздники, как Всемирный день защиты прав потребителей и еще Всемирный день защиты бельков. Бельки – это детеныши гренландского тюленя. Да, ну что ж, на самом деле насыщенный день на праздники. Ну а также я допомню, что сегодня день добрых дел. Но и ко всему прочему, все-таки нужно творить добро не только в определенные праздничные дни, но и повседневно. Да, дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас самое время взбодриться, поэтому разминка. Всем доброе утро. Присоединяйтесь к нам. Танцевальная разминка. Музыка. 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 А знаешь, буквально на днях я попробовала интересную пиццу по-казахски. Очень действительно интересно. И в чем же ее изюминка? Чем она отличается от итальянской? Ну что ж, давай посмотрим следующий сюжет. Сложно найти человека, который бы не любил пиццу. Сегодня вы сможете попробовать пиццу практически с любой начинкой. Классическую, ассорти, маргариты и многие-многие другие. Но сегодня мы покажем рецепт пиццы по-казахски. Толстая или тонкая, или из дрожжевого и без дрожжевого теста основа может быть практически любой. На ваш вкус. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Каза, язык, оливки, сладкий болгарский перец, помидоры, грибы и томатная паста. Затем раскатываем тесто. Сверху теста промазываем томатной пастой. Затем в центре заготовки для пиццы раскладываем все ингредиенты на ваш выбор. Ну а сверху необходимо посыпать твердым сыром. Поместите пиццу в духовку. Попекайте при 180 градусной температуре около 15-20 минут. И ваша пицца по-казахски готова. Приятного аппетита! Айгуль, вот мы часто спрашиваем наших гостей в студии, как проходит их утро, доброе ли оно, а как твое утро проходит? Да, интересный вопрос. Ну, конечно же, оно доброе и в то же время немного суетливое. У кого есть дети, я думаю, что наверняка меня каждый родитель поймет, потому что необходимо успеть в одночасье приготовить и завтрак, и одеть малышей, и успеть в садик. Да, это точно такая проблема, ну, известна многим родителям, у которых есть дети. Но именно поэтому мы приготовили специальные советы, которые пригодятся утром. Иногда бывает трудно успеть полноценно позавтракать, поэтому мы советуем маленькую хитрость. Позаботьтесь о втором завтраке и перекусе для себя и всей семьи заранее. И возьмите творог, фрукты, орехи с собой. Сэкономит время и сделает утро спокойным подготовка одежды накануне. С вечера соберите одежду себе и малышу. Посоветуйте также поступить остальным членам семьи. Если необходимо, отпарьте или погладьте вещи тоже лучше вечером. Кстати, готовьте заранее и обувь, чтобы утром не обнаружить неприятных сюрпризов в виде грязи на подошве, особенно в дождливый сезон. Если ребенок уже может одеться самостоятельно, но пока теряется и отмынивает, подготовьте ему схему и повесьте ее на дверь. Сначала трусы и носки, потом футболка, затем брюки. Это внесет элемент игры в утренние сборы и поможет малышу сосредоточиться. А еще можно повесить в шкаф или на дверь специальный органайзер для одежды и продумать гардероб на неделю. Собираться под музыку всегда веселее. Создайте плейлист из любимых семейных песен. Желательно, чтобы каждой хватало на одно действие – почистить зубы или заплести волосы. Для самых забывчивых можно повесить органайзер на дверь и прикрепить список важных вещей на каждый кармашек для каждого члена семьи. Ключи, проездной, кошелек, перчатки – все это удобно положить в органайзер вечером, чтобы утром свериться по списку и спокойно выйти. Что может быть счастливее неспешного семейного завтрака и неторопливой прогулки до детского сада или школы? Мы надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить время для по-настоящему важных утренних дел. Этим утром у нас в гостях народный артист Узбекистана Фарук Таджевич Садыков. Ну а также художественный руководитель, главный дирижер оркестра «Даулет Кирея» Еркан Нурымбетов. Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, мы хотели бы нашим телезрителям сказать, что музыка для вас является неким маяком по жизни. И все-таки подскажите нам, когда вы связали свою жизнь с музыкой? Вообще музыкой занимается очень раннего возраста, вот к 5-6 лет. А я очень поздно начал заниматься музыкой. В том возрасте, это в 7 классе уже заканчивал музыку. Я еще не знал, что такое ноты, сольфейджи, гармония. Вот и сам такие есть предметы, очень раннем периоде преподается. Все это не знал, но это мне… Так я полюбил музыку и все по ходу моей творческой деятельности приходилось все это наверстать, наверстать. Вот, когда я поступил в первый раз в консерваторию, я дважды заканчивал консерваторию. Сперва как инструменталист, народный инструмент, а потом оперно-симфоистское дирижирование. Это не каждый попадает в этот класс. И даже в третьем курсе мне не хотелось быть просто педагогом музыкальной школы, 7-летней. Я как-то себя видел более масштабно, если можно так сказать. И даже хотел перейти в другой вуз или заняться наукой, вот музыковедчеством. А потом в четвертом курсе мой педагог, он всегда говорил, говорит, студенты – это не сосуд, который вливать надо ему знания, а он факел, который надо зажечь его. Вот он во мне зажег вот этот самый огонь. И я так полюбил дирижирование. И у нас официально 45 минут, если заниматься, а он с 9 до часа занимается. У него там 5-6 студентов. Я вот заходил в 9 утра, выходил со всеми вместе в час дня уже. Вот так на 40. И вот, видимо, вот это определил мою дальнейшую судьбу как дирижера. И зажег некий факел творчества. Да, творчество, однако. В итоге сколько вы уже занимаетесь? Вот я, если я вот в 65-м году поступил первый раз в консерваторию, первый раз закончил в 70-м году, потом в 76-м году. Вот с тех пор я в 76-м году назначили меня художественным руководителем и главным дирижером оркестр народных инструментов Узбекистана имени Джалилова. Как вот оркестр Курмангаза, Курмангаза в 34-м году создан, а наш оркестр в 38-м году прошлого века. И вот я 35 лет руководил этим оркестром. Он оркестр, если когда я принял оркестр, не прошел дважды госотвестацию, а его в течение 35 лет сделал государственным оркестром и единственным в республике академическим оркестром. И сейчас я уже не работаю этим оркестром, зато приглашают меня часто в Казахстан. Очень я люблю казахский оркестр. Музыку казахскую в Россию приглашают, там, значит, ведущим коллективом работал. Вот как раз и вопрос последует. Как вы оказались у нас в Уральске? Как вам наш исторический город? Я еще в 80-е годы гастролировал в Уральске своим оркестром, но первая моя такая серьезная встреча в Уральске, это проходил в 2001 году конкурс дирижеров Казахстана, первый конкурс дирижеров народников имени Шамгона Кашкалиева, выдающегося музыканта, дирижера. Недавно, кстати, мы в Алма-Ате, вот в феврале, вместе к концу февраля отмечали его 90-летие. И тогда вот я был членом жюри этого конкурса в 2001 году. И я, оказывается, вручил диплом лауреата моему молодому коллегу, другу, брату Иркину Нуренбетову. Он сейчас сегодня, теперь он главный дирижер, художественный руководитель этого замечательного коллектива. Вот с тех пор я вот уральски дружу, а Иркин меня давно приглашал, говорит, Фару Таджевич, я бы хотел, чтобы вы приехали, поработали с моим оркестром. А это для оркестров и для дирижеров очень ответственно и в то же время очень полезно, когда новый дирижер, новые требования, какие-то новые взгляды, то же самое произведение, которое, допустим, оркестр играет. Поэтому вот мы, несмотря на все это наше непростое время, сохраняем нашу дружбу. У нас в Востоке говорит поэт, сад другом легко, а вот сохранить его трудно. Вот мы сохраняем. То есть вы по приглашению приехали. Прогласение вот моей коллеги Иркин Досимбетова. Хорошо, замечательно. Нам также известно, что 2018 год объявлен годом Узбекистана в Казахстане. Именно сегодня пройдет торжественное открытие в Астане. Ну а также сегодня в нашем городе пройдет замечательный концерт с оркестром Даулет-Киреи. Так что мы вам поздравляем. И все это не случайно. Спасибо. Это вот такое совпадение. Это очень значимо. И вот официально будет объявлен год Узбекистана. А мы сегодня даем концерт. Я всех, вот пользуясь случаем, приглашаю наших уральских слушателей прийти сегодня вечером на концерт нашего концерта. Называется она «Восточная напевы». Напевы. Восточный напевы. Интересные названия. И музыка все будет в восточном стиле. В восточном стиле, да. Такая колорит. Программа мы так составили. Очень замечательная. И там есть танцевальные, и там лирические. Так что будет хороший концерт. Еркин Шаяхметович, хотелось бы у вас спросить. Как давно у вас в голове была такая мысль сделать такой концерт и пригласить народного артиста? Наш оркестр имени Давлит-Киреи при областной филармонии имени Гарри Фалахуру Мангалиева существует уже в конце 80-х годов, еще прошлого века. Ну, основной год, 2000-й, мой год поддержки культуры, это был объявлен президентом. Вошли в состав областной филармонии и начали получать зарплату в штаты. 2001-й год для оркестра был очень переломным. В этом году впервые в Казахстане был проведен республиканский конкурс дирижеров имени Шамон Кажгалиева. А Шамон Сагаденович родом из Уральска. Он метр, ученик самого академика Ахмед Джубанова. Вся казахстанская дирижерская школа начинается с Ахмед Джубанова, Шамона Кажгалиев, дальше остальные карафеи. И для молодого коллектива, как наш оркестр, проводить такой большой конкурс на таком уровне, это было очень сложно. Вот тогда впервые я познакомился с Фарудом Таджевичем и, как он говорил, мне вручил диплом лауреата этого конкурса. И это как бы в будущем мне сопутствовала всегда удача благодаря этому конкурсу. И наш оркестр за короткое время очень вырос прямо на глазах, потому что участвовали 22 дирижера со всей республики. И каждый дирижер трактует по-своему, методика работы разная, и наши музыканты сильно выросли после этого конкурса. И мы все полюбили. Очень счастливы, что он нашел время работать с нашим оркестром. В прошлом году прямо наши начальники управления и директоры филармонии специально ездили в Астану на юбилей Айтхалии Жаимова. Он главный дирижер Астанинского академического оркестра. Вот встретились на этом мероприятии с Фарутом Таджикишимом и договорились уже конкретно. С прошлого года ведем переговоры, и вот время так получилось, что совпало именно объявление годом Узбекистана и Казахстана. Получается, сегодняшнее мероприятие... Символично. Да, это очень символично. Это неспроста, наверное. Вот сейчас Фарут Таджикишим, вот несколько дней поработал с нашим оркестром, я не узнаю свой оркестр. Да. Музыканты... Поменялись. Да, поменялись очень. Те же произведения, которые мы давно играем, уже другая трактовка. Это уже мировые классические произведения. Он трактовал так, что теперь вот по этой трактовке мы можем играть на любой сцене мира. Это... Здорово. А подскажите, в чем секрет, как вы считаете? Ну, конечно, это большая школа. Вот его уровень, дирижер, если работать с хоть каким оркестром, он обязательно поднимет. Сейчас у дирижеров есть такое слово, не бывает плохих оркестров, бывают плохие дирижеры. Из любого коллектива можно сделать конфетку, или можно из любого профессионального коллектива можно вообще провалить. Нам очень понравилось интересное название «Восточное напево». Почему именно данные, скажем так, названия? Ну, мы с Фарук Таджикшим разговаривали, много думали и назвали концерт «Восточное напево» Шахаса Вендера, потому что в этой программе будет исполняться произведение композиторов Востока. Вы там услышите и казахский, и узбекский, и азербайджанский, и армянский, и туркменский. Многие произведения будут впервые исполняться песни «Ария из оперы» на узбекском языке. Необычные. Будут примеры многих произведений. Вот в сегодняшнем концерте будет оркестр исполнять впервые. Вот эти произведения Фарук Таджикшим сам привез и сделал с нашим оркестром. Так что там будут и танцы. Я не буду раскрыть весь секрет. Да, не надо. Несомненно, стоит каждому посетить данный концерт. Да, конечно, я думаю, будет очень интересно. Приглашаем сегодня в 18.30 казахский драматический театр имени Ходящего быкиева в наш концерт. Еще есть у меня один вопрос. Мы знаем то, что вы на заслуженном отдыхе, да, но все равно остаетесь в строю, ездите на гастроли, сотрудничаете с оркестрами. Откуда вот силы берете? Очень хороший вопрос. Действительно, я у себя в республике в заслуженном отдыхе, но я как бы востребованный дирижер, видимо, наверное, чем-то я... Народ не отпускает глаза. Да, вот мои коллеги приглашают. Вот буквально в феврале месяце, 25 февраля, с оркестром Курмагазы в Алмачии было. Вот теперь Иркен меня пригласил. Теперь я в апреле месяце буду отраусским оркестром работать, потом в мае талдокургановским оркестром. Гастрольный график. Да, график разбился. Флотный. Неделю тому назад я был в октябре, там проходил первый конкурс «Весенний напевый», и там был я председателем этого жюри. А, хорошо. И все-таки будьте нам любезны, расскажите о музыкальном фильме «Музыкальная палитра» под названием. И насколько нам известно, он очень значим для вас. Да, это от оркестр, от меня требовал очень много творческих времени, поиски. Это заказ центрального телевидения тогда советской власти, в Советском Союзе. А выступать на телевидении центральном – это было очень сложно. Не каждому коллективу, не каждому музыканту, солисту было доступно или там приглашали. И вот центральная телевидения заказала нам фильм, и из Москвы приехал режиссер, и там сделали программу, там и узбекскую, и русскую мы как раз играли. Тогда эти так называемые пушкинские вальсы Северидова там. А потом, значит, нас посадили в грузовую машину, а там есть площадь Пушкина, и там стоит Пушкин. И вот вокруг него потом, и они говорят, Пушкин, потом мы играем, музыка идет, вальс. Так что для нас это очень значимый фильм «Музыкальная палитра». Потом несколько раз по телевизору в центральном телевидении был показан, им это понравилось. И мы это как бы с ностальгией вспоминаем этот фильм «Музыкальная палитра». Еще нам известно, что вы занимаетесь йогой. Вот, и все-таки расскажите, как проходит ваше утро. Перед оркестром дирижер должен быть всегда в форме, именно в физическом форме. Он очень отдает много физической силы. И быть в форме всегда трудно. И вот я, когда вот заслуженный отдых вышел, у меня тогда, до этого никогда у меня времени не было. И начал заниматься йогой. И при том каждый день, где-то минут 30-40, в хорошем напряженном упражнении, там, начали. И она меня как бы выручает и меня держит в форме. И по традиции, ваше пожелание нашим телезрителям, а также вы сможете воспользоваться случаем и поздравить с наступающим наурызом. Да. У нас в Узбекистане тоже очень широко отмечается праздник Навруз. И вот мы находимся сегодня, вот, вчерашнего дня начинается Навруз до 22-21-го, там, равноденние. Вот, значит, я всех телезрителей этого региона, Уральского региона, поздравляю с этим замечательным праздником. Пожелаю им здоровья, прежде всего. Семей благополучия, радости, удачи, успехов в их работе. Если можно сказать, в творческой работе, там, каждую работу можно превратить в творчество, там, значит, поэтому все мои самые наилучшие пожелания нашим трезрителям. Угу. Но мы, в свою очередь, хотели бы пожелать, чтобы ваш маяк творчества и ваш факел всегда зажигал и вдохновлял подрастающее поколение. Спасибо, Уральский. Спасибо. Тоже, конечно же, желаем вам здоровья и как можно дольше оставайтесь в строю. Спасибо. Спасибо. Хорошо, замечательно. Ну, а мы, в свою очередь, хотели бы вам пожелать тоже творческих успехов, также, чтобы ваш маятник «Факел» не погас, также вдохновлял ваш оркестр «Довлет Кирей» и дальнейших успехов. И, конечно же, приходите к нам в гости. Спасибо. Чтобы сегодняшний концерт прошел на ура, и, конечно, чтобы в зале было очень много-много слушателей. Спасибо. Ну, что ж, дорогие телезрители, на этом наше эфирное время подошло к концу. До скорых встреч. Овен – хорошее время для принятия устойчивых позиций в романтических отношениях, рассудительность, хорошая организованность и настойчивая позиция во взглядах, интуиция в денежных и профессиональных вопросах. Подходящий день для деловых связей с администрацией. Телес – хорошие отношения сегодня в семейном кругу. Также на любовном фронте будет все гладко. Старайтесь уйти от нелегальной деятельности и связанных с ней темных личностей. Будьте осторожны и смотрительны в своих общественных контактах. Близнецы. Эмоции сегодня могут помешать семейным отношениям. На любовном фронте может появиться недопонимание и неприятие. Ихватка денег может вам стимулировать свои способности. Дружеские отношения с пожилыми, влиятельными людьми могут вам дать хороший совет или финансовую поддержку. Рак – неудачное время для поиска, поддержки влиятельных лиц, сложностей в бизнесе и профессиональных вопросах. Следует придержать свои эмоции, иначе они могут принести проблемы в семейных и романтических отношениях. Лев – прекрасный день для общения со зрелыми людьми. Могут появиться успехи в бизнесе, связанном с общими деньгами. Хорошее время для занятия наукой, возможно, большая, чем обычная утомляемость и плохое самочувствие. Дева – сегодня будет хороший настрой в работе, связанный с дальними планами. Профессии необходимо некоторое руководство в делах и реальный взгляд на вещи. Хорошее время для новых научных и юридических дел. Весы – интуитивный подход к деловым вопросам поможет вам в решении проблем. Хороший день для занятий искусством и музыкой. Прекрасные отношения в семье и любви позитивно скажутся на самочувствии. Скорпион – приток жизненных сил и улучшение настроений и самочувствия. Должны улучшиться отношения в семье и на любовном фронте. Стрелец – ваша аккуратность может войти в поговорку. Повысится точность, улучшится организованность. В профессиональных делах, возможно, появится серьезная работа. Козерог – благоприятный день для коллективных взаимоотношений и решений важных деловых вопросов. Приветствуется проявление инициативы. Водолей сегодня старайтесь держать негативные эмоции в семейных отношениях и в любви. Постарайтесь направить свое внимание на организацию домашних дел. Сегодня, вероятно, серьезные переговоры, касающиеся деловых, домашних или профессиональных вопросов. Рыбу сегодня нужно проявить заботу о детях. Больше времени уделите семье прекрасное время для романтического общения, устойчивость в финансовых, деловых вопросах. Доброе утро Мои родные люди Доброе утро Всем тем, кого вы любите Доброе утро Едем, пусть добрым будем Дыши свободно И вражьи ветер, ветер День В темноте Можно видеть, что хотела, что невидимы при свете и не встретиться нигде. В темноте Можно падать или тень тенеба Прикосновенье обнаженную душу телу Но когда Ах, дымается солнце Над внизах На притихнувшем миром Когда смысла в молчании нет Наступает рассвет Доброе утро Мои родные люди Доброе утро Всем тем, кого вы любите Доброе утро Едем, пусть добрым будем Дыши свободно И проживи в любви Так дели Никогда Не уйду и не отдам Все проходит в этом мире Только это Навсегда Не отдам Пусть не гаснет никогда Над твоей головою Путиводная звезда Но когда Ах, дымается солнце Над внизах На притихнувшем миром Когда слов Недосказанных Нет Наступает рассвет Доброе утро Мои родные люди Доброе утро Всем тем, кого вы любите Доброе утро Едем, пусть добрым будем Дыши свободно И проживи в любви Так дели Доброе утро Мои родные люди Доброе утро Всем тем, кого вы любите Доброе утро Едем, пусть добрым будет Дыши свободно И проживи в любви Так дели Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok